Следующая важная тема и важный вопрос, который необходимо усвоить, это то, что касается обычаев и традиций арабов времен Многобожия в вопросах принятия пищи и питья, в вопросах еды и питья. Здесь необходимо у себя отметить то, что было принято у арабов времен Джаилии, то, что они рано употребляли в пищу обед, то есть обедали они рано. Сегодня наоборот, у арабов принято то, что они обедают поздно. А вот наоборот, аша, наоборот ужин, они откладывали на более поздний срок, то есть когда уже стемнело, стало очень темно, тогда только они ели аша, то есть ужин. И этому было две причины, то есть почему они откладывали ужин. Во-первых, для того, чтобы сошла полностью жара, чтобы не кушать во время жары, потому что районы Аравийского полуострова это горячие районы, жаркие районы. И второе, для того, чтобы к ним могли прийти гости и бедные люди, для того, чтобы люди завершили свои дела, которые у них есть посередине дня, и могли прийти к ним в качестве гостей и в качестве бедняков. Это было очень принято у арабов многобожием. Так, что даже многие из семейств зажигали огонь, то есть около своего дома зажигали большой огонь, для того, чтобы бедняки видели издалека, у кого сегодня можно покушать, что называется, за бесплатно, то есть кому можно прийти и у него поесть. И когда видели огни, каждый из них отправлялся к какому-то огню, который он считает нужным. Это один из огней, который был известен во времена Джейли. И то же самое относительно гостей. И особенно зажигание огней было распространено во времена Джетба, то есть во времена засухи, для того, чтобы бедняки и даже те, которые не являются в основе свои бедными, но из-за засухи нет еды, могли прийти к ним и поесть. И как мы говорили, у них было принято резать для гостя либо верблюда, либо барана, то есть животное, смотря по тому, сколько гостей пришло. Здесь также отметьте у себя, что касается еды, то во времена Джейли люди ели мало, то есть у них было принято то, что они не переедали и не ели много. И считалось у них сильно позорным качеством или сильно отрицательным качеством, когда человек переедал и ел много, то есть был известен обжорливостью. Это еще во времена Джейли. Также можете отметить у себя то, что основная пища арабов времен невежества заключалась в мясе, которое они добывали на охоте. Мясе, которое они добывали на охоте. Самое лучшее мясо считалось у них это мясо верблюда. Самое лучшее мясо верблюда. Также они ели мясо тушканчиков, мясо зайцев и некоторые из них ели даже мясо ящерицы. Даже мясо ящерицы. И также было распространено мясо газели, то есть которое они также ловили на чем на охоте. Также отметьте у себя то, что основной их пищей это было молоко и зерновые. Зерновые в том числе мука из пшеницы и из ячменя. Но наиболее распространенная была мука из ячменя, а пшеница была редкой, только у очень богатых людей. И в основном вся их пища заключалась вот в этих вот продуктах, то есть больше они ничего не использовали. В основном делали какое-либо блюдо, добавляя в него молоко, муку, иногда мясо. Изредка мясо, если мясо было. То есть когда мы говорим, что у них было распространено мясо, не означает, что каждый из них ел мясо. Имеется в виду тот, который был известен своей способностью охотиться, так или был известен своим богатством. То есть был способен себе позволить мясо. А в основном ели зерновые, муку, смешивали с молоком и тому подобное. Это их все блюда. Также из того, что касается еды, то есть времен многобожия, то можете у себя отметить то, что их еда или их блюда считались довольно скудными. То есть не было у них большого разнообразия пищи. Как мы сказали, в основном использовалась мука, зерновые, молоко. И также за основную пищу было что? Были финики. И также финики были за сладость. И также иногда использовался мед. То есть даже из этих вот, казалось бы, разнообразных довольно-таки продуктов, но арабы не обращали много внимания на еду. То есть делали из них довольно простые и скудные блюда. Поэтому даже когда один из многобожников, Абдулла ибн Джудан, о котором мы говорили на прошлом уроке, однажды отправился к одному из правителей. То есть либо к Кисару, либо к Тайсару, то есть либо Риму, либо в Персию. И повел там некоторые виды пищи, которые... То есть их основные продукты есть у них эти, но такого из этих продуктов блюда сделать они не делали. И удивился тому, что другие народы из тех же самых продуктов, но делают гораздо более интересные, насыщенные и разнообразные блюда. И одно из таких блюд привез к себе в народ. Понятно или нет? Это также из признаков их пищи. Что касается принятия, то есть питья, имеется в виду, что касается самого питья, то в основном у арабов были те традиции, те привычки, которые потом оказались зафиксированными шариатом, то есть установленными шариатом. А это то, что они пили сидя, то есть было принято у них, то что они пили сидя, не пили одним залпом, но пили, то есть тремя глотками. Пьешь, потом останавливаешься, еще пьешь, потом останавливаешься, еще пьешь. Это было из их привычек относительно питья. Также из этих привычек, то есть которые затем были установлены шариатом, то что они призывали друг друга и побеждали друг друга закрывать посуду. То есть закрывать посуду, в которой есть еда, и закрывать также посуду, в которой есть вода. То есть бурдюки и тому подобное не оставляли открытыми. Также из этих привычек то, что они давали пить справа. То есть если один человек попил, то хочет передать стакан следующему, то передает тому, кто справа него. Потом тот опять тому, кто справа него. Это также было изначально у арабов-многобожников. И также то, что они предпочитали не пить с горла. То есть не пить с горла посуды. Но наливали в какой-то стакан или что-либо подобное и потом уже оттуда пили. То касается названий их посуды, будь то для еды или будь то для питья, то у арабов большое количество различных названий. Но все они возвращаются к одному и тому же. Если допустим какая-то посуда способна накормить одного человека, то есть достаточно как порция для одного, называется одним названием. Если уже вмещает столько еды, что ее хватает на двоих, у этой посуды уже второе название. Если для троих, третий название. Для четырех, четвертый название. Для пятерых, пятое название. И так до десяти, до ста, до двухсот и тому подобное. То есть ничем не отличается вид посуды. То есть посуда как есть, так и есть. Что-то вроде тарелки или подноса. Так то же самое, что касается воды. То есть как допустим бурдюки и тому подобное. В зависимости от того, сколько в ней воды и сколько человек способен напылить этот бурдюк. И разные названия. Маленький по маленькому называется, что называется. Больше уже по другому названию. Третий уже по третьему и тому подобное. А это что касалось еды и питья. Теперь давайте другой вопрос разберем.